В поиске достойной работы мы давно привыкли обращаться к источникам из интернета, но в конечном итоге все равно проходим собеседование с нанимателем, организовав личную встречу. Брестский исполнительный комитет с заботой о населении регулярно проводит межотраслевые ярмарки, на которых в одной из локаций представляется возможным встретиться с представителем предприятий и организацией различных отраслей экономики и соискателем лично. Очередное мероприятие по поиску работы и достойных кандидатов состоялось в круглом зале горисполкома. С каждым годом спрос на такие мероприятия все выше, особенно от нанимателей. Если у нас в прошлом году участвовало около 50 нанимателей города Бреста, на сегодняшний день у нас заявлено 75 предприятий города Бреста и к нам присоединился Брестский район. Это говорит о том, что предложений работы у нас очень много. Это и вакансии по рабочим профессиям, это вакансии, которые не требуют какой-либо квалификации, это и вакансии по должностям даже государственной службы, это инспектора военизированной охраны, это у нас и железная дорога представлена. Поэтому в принципе для любого человека, который ищет работу, я думаю, сегодня на нашем мероприятии можно получить предложение трудоустройства. Кроме того, мы сегодня организовали это мероприятие с участием наших территориальных органов внутренних дел, потому что ряд людей у нас освобождаются из мест лишения свободы, отбывают наказание по приговору суда в виде исправ работ, и им нужно обязательное трудоустройство. Поэтому сегодня мы тесно поработали с уголовно-исполнительными инспекциями, и они организовали так, чтобы эти люди, которые нуждаются в работе и где-то, наверное, стесняются самим обращаться в кадровые службы, они участвуют в нашем мероприятии. Каждое из предприятий удивило количеством предлагаемых вакансий. Желающим отыскать нужную работу необходим был только паспорт, трудовая книжка, документы об образовании и подтверждающая квалификацию. Непринужденная и приветливая атмосфера избавила от волнения и зажимов, которые сопровождают нас на стандартной процедуре собеседования. Управление по труду, занятости, социальной защите, гора и исполкомов активизировались в проведении ярмарок вакансий, дней предприятий. Ярмарки вакансий у нас проходят традиционно. Каждый месяц мы проводим данные мероприятия. Нашло подтверждение точечно для отдельных предприятий проведения дней предприятий. Что касаемо спроса на рабочую силу, спрос растет. И по отраслям, если говорить, сейчас наибольшее количество вакансий заявлено в промышленности. Это 24% от всех вакансий, 5,3 тысячи. Следующая отрасль, сельское хозяйство, потребность вакансий в виде 9 тысяч, 14%. По 10% вакансий востребованы в здравоохранении, в образовании, в транспортной деятельности. Также востребованы люди в строительной отрасли. Порядка 8% вакансий от всех заявлено в строительной отрасли. Если говорить по профессиям, в топе вакансий водители автомобиля, повара, швеи, уборщики помещений, электромонтеры, грузчики, медицинские работники, санитарки. Наниматели, заинтересованные в новых кадрах, подготовились основательно. Многие подошли к процессу творчески, создав мини-презентации, брошюры, баннеры, активно приглашали рассмотреть свободные вакансии. Каждый заинтересованный в формате обычной беседы мог разузнать все тонкости трудоустройства, график работы и предлагаемый социальный пакет. На сегодняшний день мы предоставляем большой список вакансий в связи с расширением производства, а также в связи с переходом на график 2 через 2. Мы предлагаем как рабочие профессии, так и профессии специалистов. Тех людей, которых на сегодняшний день мы не можем сразу трудоустроить, например, это касательно специалистов, мы обязательно берем всех в резерв. По рабочим профессиям у нас очень широкий спектр подсобных рабочих, также это кладовщики, это могут быть грузчики, это жиловщики мяса, также это подсобные рабочие женщины. Мы очень ждем и приглашаем всех к нам трудоустраиваться. В настоящий момент у нас прекрасно есть возможности трудоустроиться в компанию, как от специалистов и руководителей до рабочих. У нас требуется начальник производства, главного инженера также рассматриваем, специалисты по снабжению, ну и, конечно же, пресловутые сварщики, за которых идет большая борьба на рынке труда, следствия механо-сборочных работ, токари-фрезеровщики. Поэтому у нас полный веер всех вакансий, которые могут быть, причем они за счет расширения. Мы растем и новые специалисты очень нужны. Среди тех, кто ищет новые возможности отыскать работу, много перспективных и образованных кандидатов. Большинство имеют желание переквалифицироваться, кто-то потерял работу в связи с закрытием предыдущего места трудоустройства, кого-то перестали устраивать условия труда. Для тех, кто воспитывает малолетних детей ярмарка, вакансия оказалась весьма удобна. Ездить по всему городу и району теперь не приходится. При желании найти новое место работы можно в течение часа. Вообще я пришел в целом изучить рынок вакансий и я услышал, что здесь есть возможность для некоторых предприятий взять человека на переподготовку. Попробовать себя, так скажем, в новой сфере, потому что у меня сфера так-то инженер-системотехник, может быть, переучиться на инженера КПА и так далее. Вот в таком вот плане. Полезно тем, что, во-первых, можно будет сразу же пообщаться с людьми, то есть непосредственно, которые работу предлагают. То есть это не звонки по телефону, это живое общение с глазом на глаз. Ну и, собственно говоря, здесь помимо того, что есть те, кто предлагает работу, есть те, кто непосредственно работает. Они как бы тонкости объясняют будущей работы. То есть человек уже сам может прикинуть плюс-минус, стоит ли ему подаваться в это дело. То, что здесь объясняется именно, на что можно рассчитывать на определенном рабочем месте, что можно заработать. Социальный пакет тоже важен, я считаю, в этом вопросе, потому что многие имеют маленьких детей. И я считаю, это большой плюс. Просто так вот прийти, поговорить нормально, потом еще встретиться с директором, конечно, знаете, телефон с телефоном. Но просто у меня высшее образование, и я изучала психологию. Я считаю, когда устраиваешься на работу, ты должен приехать к работодателю, просто с ним поговорить глаза в глаза, или хотя бы как здесь, а не по телефону. Большую часть времени человек проводит на работе. И как важно найти дело, которое будет вдохновлять и приносить прибыль, которая сможет обеспечить комфортную жизнь. Ярмарка вакансий для многих становится возможностью воплотить в жизнь желаемое. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.